Чемпионат SRD Series и я, комментатор Виктор Булгаков. Продолжаем обзор. Нас ждет стадия ТОП-16. Поехали! Влад Сафронов против Трухтанова Матвея. Первая пара. Влад Сафронов ставится. Трухтанов Матвей идет близко. Почти дверь в дверь. ВАЗ-2107 Влада Сафронова перекладывается. Не знаю, что он делал с настройками Жигуля, но она едет очень быстро и с большим углом. Вы посмотрите, что она творит. Даже Матвей на Лексусе LFA не поспевает перекладываться. Очень резкий автомобиль. А вот на разгоне она явно уступает гиперкару. Вы посмотрите, Матвей отрывается, и она все равно догоняет его в дуге. Не отстает практически. Вы посмотрите, что она делает. А это Жига. Действительно валит. Немножко запоздал с перекладкой. Чуть бы раньше, на опережение. Был бы ближе к Матвею. Очень интересный был хит Жигуля с Лексусом LFA, но Трухтанов Матвей был эффективнее. Вторая пара соперников. Никита Бурыкин против Павла Фритцлера. Бурыкин впереди. Павел Фритцлер на Лансере 10. Ух ты, какой контакт! Вот это заруба. Команда X2 против команды Upro. О, два представителя разных команд, разного уровня, показывают нам настоящую борьбу за место в финале. Обмен ролями. Итак, Павел Фритцлер в роли лидера. Ух ты, как выпрыгивает быстро. И столкнулись соперники. Никита Бурыкин не справился с резким выпадом Павла Фритцлера. Следующая пара. Глеб Саламатов против Стаса Кучинского. Тринадцатый номер на БМВ. Сразу заведомо режет траекторию для того, чтобы не отставать от мощного Мустанга. Перекладка. Едут дальше ровно. Стараются держаться как можно ближе представитель команды Вебе. И финишируют. Ответочка. Шестьдесят девятый номер. Следует за Стасом Кучинским. Какая красивая, размашистая Фуридаши. Не рискует Стас подъезжать близко к стене. Держит ровную траекторию. Представитель команды Вебе вылет с трассы двумя колесами. Старается дальше ровно доезжать конфигурацию. Удалось преследователю сократить дистанцию, но под конец Стас Кучинский был ближе. В первом заезде проходит дальше Джазик. Поехали дальше. Иван Приказчиков на короле против Армена Шишманяна на Сильвии С-14. И как он режет траекторию. Пропускает он клип у стены. Распрямляется розовая корова. К сожалению, сильные корректировки. Но дотягивает до финиша. Хоть и на почтительной дистанции от представителя команды Икстуд Шишманяна. Итак, смена ролями. 23 номер в роли преследователя. Приказчиков ставится. Шишманян отстает. Стрезает траекторию Иван Приказчиков. И, естественно, вылетает за пределы трассы на зоне замедления. Шишманян не может угнаться за коровой Приказчикова. Королла стабильно потихонечку добирается до финиша. Шишманян выбывает, так как дистанция была довольно длинной. Далее. Те же марки автомобилей. Nissan Silvia S-14 против Toyota Corolla. Постановка резкая. Не справился с управлением преследователя. 21 номер в Кузьме. Миша Суботин в роли лидера. Едет стабильно, как по рельсам. Накатанный у него достаточно скилл. Оба из одной команды, но уровень у обоих разный. Итак, ответная часть этой дуэли. Миша Суботин в роли догоняющего. Игорь Кузьмин. Лидер. Постановка ровная. Задним колесом. Переднее колесо лидера. Миша Суботин держится в базе у соперника. Немножко оставляет дистанцию для отработки. Перекладка. Плавная перекладка. Контролирует полностью он Toyota Corolla. И Миша Суботин выходит дальше. Он был более стабилен. Далее у нас идут два Александра Кузнецова и Макаренко. Макаренко в роли догоняющего на Мазде RX-7. Кузнецов. 82 номер. Ставится ровно. Держит идеальный угол. Траекторию. Перекладка. Мазда подъезжает ближе в базу и вылетает задними колесами. Контакт был передом бочину Toyota Corolla. И финиширует соперники. Ответка от Toyota Corolla. В роли преследователя Кузнецов ставится. И какой угол был. И распрямление. В последний момент он поймал управление и продолжил движение. Кузнецов перекладывается. Макаренко за ним. Мазда RX-7. Еще одна перекладка. Очень резкие перекладки под минимальным углом. Пытается оторваться от соперника. И ускорение перед финишем. По решению судей Макаренко выходит дальше. Ну тут так очевидно. Дальше. Предпоследняя пара соперников. Точнее не пара, а байран. Далган в исполнении Андрея Бажагоры. Стабильные фуриташи. Держит угол. И киствол в исполнении Бажагоры. Отличный. Едет по судейскому заданию. Все колеса на трассе. Никаких вылетов. Практически без корректировок. Продолжает движение. Техсход у Дениса Далганова. Это технический вид спорта. Такой же как и в реальном дрифте. Андрей Бажагора проходит дальше. И предпоследняя пара стадии топ-16. Александр Отчалка против Мустафы Галиулина. Агрессивная постановка в исполнении обоих пилотов. Отрывается от Александра Отчалка. Мерседес Бенц. Мустафы. Перекладки резкие. Размашистые. Лидер едет широко по всей трассе. Мустафа. Перекладка. На опережение работает Александр Отчалка. И встает в базу под финиш. Галиулин стартует с позиции догоняющего. И отстает на разгоне. Не получается ему угнаться за гиперкаром Александра Отчалка. За счет среза траектории пытается угнаться. На опережение не удается. Вылет с трассы двумя колесами. Чуть поздняя перекладка. Чуть раньше бы перекладывался. Мне кажется, далеко бы не отстал. От Отчалка. И Александр из команды XTU проходит дальше. В стадию топ-8 этапа на Атроне от SRD Series.